еще один вид вот подход к морю такая дорога поливаем и дальше тупик сюда вот люди приезжают отдыхать дальше дороги нет понятно что они приезжают вот сюда на побережье и все здесь такой пологий обрыв и такой вид открывается шикарные это есть лиман миски и вот там вот он по кругу вот так вот обходит вот так вот вот там чаша заканчивается вот там вот лиман и там уже начинается уже азовское море вот ну если точнее таганровский залив а здесь вот с той стороны берег здесь и вот там вот впадает река ея почему собственно и город который вот там находится он и называется есть я точно истории не знаю но догадываюсь потому что на реке ей он построен раньше эта река была судоходная сейчас вот там в устье этой реки но чуть чуть дальше находится станица старощербиновская крупная станица богатая вот и вот какие сказания ходят но это мне мой отец рассказывал что в этом римане якобы потерпел крушение пиратский корабль как всегда во всех таких легендах он несомненно был золотом и где-то здесь утонул вот и даже японцы предлагали большие деньги как вот люди рассказывают чтобы они они вычистят углубят этот лиман сделают его судоходным но вот то что за найдут они заберут якобы себе вот интересно что подобная легенда и вот в той станице которая там старощербиновская вот она которая на этой реке которая впадает в этот лиман там есть тоже очень подобная какая-то легенда что что-то тоже там утонула вот точно не помню это же золото тоже золото мы там где-то на мосту под мостом под мостом даже кто-то находил то ли кувшин то ли монеты то ли кувшин с монетами я думаю что в каждом населенном пункте есть своя история про пиратский корабль золотом или про что-то подобное без этого думаю жить было бы неинтересно но вот но этого лимана она действительно какое-то уникальное она имеет два дна и вот интересно вот и листые образование которые вроде бы дном как бы считаются наступаешь на него он как бы жесткий но оказывается сквозь него проходит предмет потихонечку затаскивает за илево и и уходит куда-то на другое дно не знаю как это научно но у нас часто падали самолеты вот сюда в лиман военные у нас тут училища учатся и не только учатся техника подводит было такое и вот интересно что как бы нету ничего что-то торчало говорят хвост какой что ли там что-то убрали а потом все ушло на какое-то второе дно но это уже не байка это уже факт там вот какой-то в черте города малый пассажирский самолет упал это еще наверное лет 35 назад я еще подростком такой лиман красивый солнышко